Друзья, приветствую вас на канале Helga White. Сегодня я решила пригласить к себе в гости стилиста и поговорить. Стилиста зовут Евгения. Евгения живёт и работает четвёртый год в Словении стилистом. Женя, привет! Привет, Олечка! Ну, давай поприветствуем наших подписчиков, наших слушателей, те, кто интересуется твоим каналом. Всем девочке привет! Мальчикам тоже, мальчикам, кстати, немало. Сегодня проведём интересное интервью. Оля, уже какое интервью по счёту? Ой, ты не очень большой. Третье или четвёртое интервью. Ставим пальчики, да. Поддержим нас, девочек. Мы очень старались, подобрали вам интересный материал. Оля, приступим? Приступим. Женя, расскажи, пожалуйста, ты же стилистом уже работала в России, да? Вот вы из Краснодара переехали, и ты уже начинала работать стилистом там. Правильно я понимаю? Да, совершенно верно. В Краснодаре я закончила школу стиля. Я училась онлайн в школе-академии Татьяны Маменко. Своё лицо закончила очень успешно. Меня пригласили куратором работать в этой школе. А дальше я начала уже практиковать. Больше, больше, больше и больше с каждым днём. И продолжала дальше учиться. Приехав в Словению, я не оставила своей профессии, так как профессия моя изначально, это была некая мечта маленькой девочки, которая мечтала стать дизайнером, парикмахером. Но в то время, возможно, ты помнишь, да? Тогда о стилистах ещё не имели никакого понятия. И отучившись на парикмахера дальше, отучившись в школе на дизайнера, получив некие, немного некие азы, я стала работать уже стилистом. Женя, скажи, пожалуйста, а сколько вообще времени ты занимаешься преображением людей? Ой, очень давно. Девочки, очень интересная история была. Ещё в школе, будучи, учившись в девятом классе, я не могла наносить себе даже макияж. Первые азы мне преподнесла моя мама. То есть она меня накрасила, сделала макияж, и мне так это понравилось. Я решила взять тихонечку у неё всю косметичку. Она ещё такая тушь была, ты помнишь, да? Наверное, плевали, да? Вот это размазывали, красили. Мне было очень интересно. Я всё это потихонечку взяла у мамы и стала преображать своих подружек. Такие, идём мы на дискотеку. Я, Ирина Ивомина, это моя первая подруга, которую я преобразила. Я говорю, Ир, давай я тебя преображу. Она как это? Я говорю, ну ты посмотри на меня. Тебе нравятся мои чёрные реснички? Да, конечно, Женя. Но я хочу, чтобы ты её укладку сделала. И собрала мне полностью образ целиком. Но так как у Ирины не было одежды в достаточном количестве, и я видела её колорит глубокий, очень интересный, я решила взять кое-что из своего гардероба. И вот это первое преображение было моей подруги в девятом классе. Я сделала макияж. Сделала очень хорошую укладку. Кстати, она потом всеми моими советами пользовалась. Девочка очень красивая, модельная внешность у неё. И мы преобразили. Когда мы шли на дискотеку, я была горда за свою подругу-красотку. Она собирала столько взоров мальчиков. Мне даже было нисколько приятно, ну вот, что мы такие красивые, да. А мне было приятно увидеть свою работу и как это оценивается людьми. Вот это первое преображение в девятом классе. Это очень такие приятные воспоминания. Вы, кстати, с подругой ещё общаетесь, да? Да, мы общаемся. Но, правда, она живёт, кстати, в Санкт-Петербурге. Она достаточно успешна, интересна. Общаемся с ней по переписке. Но в Санкт-Петербурге, к сожалению, я очень мало бываю. Хотя там живёт не сестра. Скажи, пожалуйста, а как в Словении? Как у тебя обстоят дела с полоском клиентов? Как вообще славянки, на твой взгляд, как они любят пользоваться услугами стилистов, преображаться? Насколько часто вот они обращаются? Да, скажу, девочки, откровенно, профессия стилист, имидж стилист в Словении не так востребована, как, допустим, в России взять и в любой другой стране мира. Ну, кроме Африки, наверное. Конечно, вот. Здесь Словенки и вообще Словения изначально, это страна больше аграрная. Поэтому здесь внешность уделяется не так, ну, недолжным образом, нежели, допустим, в России взять, если в России. Поэтому в основном, конечно, мои клиентки, с которыми я работаю, это девочки из России, русскоговорящие девочки, это Казахстан, это Белоруссия, это Молдавия, это Польша. А так онлайн работаю, это Чехия, Германия, Россия, очень большой, в принципе, у меня поток клиентов из России идёт. И здесь, живя уже 4 года, я шаг за шагом, степь бай степь иду в поисках клиентов. Это, конечно, это не очень просто, непростой путь, но так как я люблю свою профессию душой, я работаю с душой, то, конечно же, хотела бы развиться здесь и в дальнейшем открыть школу красоты, имиджа, стиля, потому что хочется, конечно же, преобразить славянок в первую очередь. Будешь интеллигенцией, будешь продвигать моду в Словении. Жень, а вот мне ещё всегда интересно было, профессия стилиста, ну, мне так кажется, что здесь человек должен быть даже, ну, конечно, стилистом, там, в цветах разбираться, там, в моде, в одежде, но мне всегда казалось, что стилист, он должен быть ещё и психологом. Вот насколько, насколько я права. Оля, ты совершенно права, совершенно права. Имидж стилист, это в первую очередь не просто изучение твоего колорита, да, и твоего стилевого типажа, я по стилевым типажам работаю, фигура, просто фигура, ну, конечно же, имидж стилист, в первую очередь, это про душу в том числе, хотя я далеко не психолог, девочки, но изучаю психологию для себя, да, и понимаю, что к тебе обращаются, то есть ко мне обращаются люди как к профессионалу с какими-то потребностями, то есть девочка, допустим, в разводе, и девочка хочет преобразовать себя, но она не знает, как себя преобразовать в самые короткие сроки, поэтому обращается ко мне, Женя, помоги, пожалуйста, я хочу то-то, 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 задача ясна, и я уже работаю с ней даже не как имидж стилист, а немного касаюсь и психологии, раскрывая её самые сильные и, ну, чувственные, если есть, да, стороны внешности, характера, фигуры в том числе. Были ли у тебя какие-то такие курьезные случаи, такие сложные клиенты, мне вот это тоже интересно? Были, 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 были и есть, и есть. Клиентка Марина, фамилию я не буду называть, Марина, она живет в Москве, она музыкант, флейтист, играет на флейте и пианист-аккомпаниатор на концертах. Она ко мне обратилась с услугой такой, ей хотелось получить книгу стиля, то есть она хотела получить книгу стиля, прочитав эту книгу стиля, Марина думала, что она молниеносно преобратится, да, вот как золушка, в мгновение такой вот палочки, да, волшебной, и ты превращаешься в прекрасную девушку в свете, да, да. Вот, но, получив эту книгу, Марина поняла, что нужен труд, что изучив эту книгу, нужно опять степ-бай-степ идти шаг за шагом к своему самосовершенствованию. Изучив свои сильные стороны, нужно научиться их показывать и вот превращаться, да, а на это требуется время. И знаешь, ну, такой курьез был. Дело в том, что работаю по стилевым типажам, да, по системе стилевых типажей, я сделала ошибку. Вот с этой клиенткой я определилась стилевой типаж, драматик, ганин. Потом я поняла, что стилевой типаж у этой девочки, вот работая с ней, продолжая работать уже опытным путем, я понимаю, что у нее другой типаж. Драматик остается в приоритете в доминанте, но это не драматик ганин, а это драматик романтик, потому что она изначально, она нежная девушка. Хоть сильная, но нежность, нежность, да, и такие вот нежные черты внешности, тонкие черты характера в ней присутствуют. Поэтому мне пришлось переделать книгу стиля. Доминанта, я же ставила. Вот эту курьез. А вот эту книгу стиля ты пишешь под каждого клиента? Под каждого клиента, да. Это книга для каждого клиента, это как бы книга о тебе любимой, о себе. Открыв эту книгу, ты видишь все о себе, колорит, что тебе идет, ткани, какие принты, фактуры, какие модели, какие стили тебе подходят, допустим, casual shape или casual dress, или casual городской стиль более подходит под тебя. А чтобы составить эту книгу, тебе что для этого требуется, фотографии, как ты вообще ориентируешься, там, по скайпу или вживую ты встречаешься с человеком? Если я работаю оффлайн, то, конечно же, я встречаюсь живой с человеком, я объясняю уже, что входит в эту книгу, какие мне материалы нужны. Фотографии нужны в любом случае, работаешь ты онлайн или оффлайн, потому что я изучаю этого человека, ну, буквально с юношеских лет. А что идет этому человеку? Какой цвет волос? Потому что мы меняемся, мы взрослеем, чуть-чуть меняются наши черты лица. Где-то мы набираем формы, где-то мы худеем. И вот я вижу, насколько гармонично меняется в жизни человек. Это все я анализирую, то есть все этапы жизненного пути этого человека. И потом я уже собираю книгу стиля, отталкиваюсь в том числе от колорита человека, потому что вот я светленькая, да, Оля более уже имеет глубокий колорит, нежели я. Ну и так вот собирается более смуглая кожа, да, более густой оттенок глаз у тебя, бровей. А сколько времени обычно необходимо, чтобы составить эту книгу? Сколько ты работаешь? У меня уходит примерно 8-10 дней. Две недели максимум, две недели. Но так как большой поток работы, я пишу книгу, уже клиенту говорю, допустим, вы стоите в очереди, через два месяца книга ваша будет готова, потому что мне же надо свою работу выполнить, да, и закончить работу у людей, которые уже начаты. Ну, допустим, вот запись интервью, а у меня уже клиентка ждет из Чехии, она ждет разбор гардероба онлайн, мы вчера сделали, завершили, и мне надо после разбора гардероба онлайн сделать альбом, собрать. Так же это клиентки, да. А мы можем сейчас озвучить, сколько на данный момент стоит эта услуга? Разбор гардероба. Не, не разбор гардероба, а вот эта книга. Книга. Лук-блук. Книга стиля, да. Ну, такая вот интересная книга под каждого человека. Стоит 110 евро. 110 евро. Сколько страниц? 120-140 страниц. В зависимости, да, от объемного альбома, который вы выслали по фотографиям, также я разбираю в этой книге ваши фотографии. То есть я подчеркиваю, и вообще я работаю, да, учитывая ваши сильные стороны внешности. Потому что, можно я тоже отвлекусь чуть-чуть и расскажу, девочки, которые обращаются ко мне практически 100%, обращаются с какими-то проблемами. То есть девочки, женщины, девушки не видят в себе прекрасного. Не видят, насколько у них красивая линия шеи, какие у них красивые глаза, скулы, ротик, ушки, ножки, плечики, да. Почему-то девочки видят в первую очередь в себе недостатки. Недостатки, ну, конечно же. Не как стилисту, да. И я поэтому в первую очередь я показываю девочкам на их достоинства. И вот эти достоинства мы стараемся вытаскивать, вытягивать из девочки. Когда вы видите свои достоинства, и насколько у вас достоинство преобладает, ну, вот вашими какими-то, ну, слабыми сторонами, да, скажем так, недостатками, то вы понимаете, что растет уверенность в вас. Вот, допустим, моя клиентка-психолог. Юля, привет! Возможно, ты будешь смотреть это видео из Челябинска. Юля имеет 56 размер. Юля хотела поработать со стилистом оффлайн. Я девочкам своим коллегам написала, которые живут в Челябинске, девочки, ну, возьмите девушку, хорошая девушка, очень послушная. То есть Юля хотела работать и изменить себя. Девочки отказали стилисты от нее. Я, по-моему, я видела в таблинофии, да. Она супер преобразилась. А как она сейчас преобразилась? Она идет, она постепенно вот себя как бы принимает, принимает свои слабые стороны, превращая их в сильные стороны. И девушка выглядит просто с ног шибательно. Да-да-да, это волшебство, я посвящаю. Да-да-да, я видела. Мы нашли магазина в парочку с ней, мы обошли все в магазин, и мы все перемирили с ней, я присутствовала постоянно онлайн. То есть мы по телефону, связь, камера, скайп, все, что возможно, примерили очень много. И в основном она покупает 20, наверное, 30% из этих магазинов, потому что почему-то чем больше размер, тем дороже вещи. И они во много раз, во много крат они дороже. И в основном Юля шьет. Примерив какие-то платья, мы еще дорабатываем модели. Юля заказывает портнихи. Также мы с ней выбираем фактуры тканей, потому что не все ткани, не каждая фактура хорошо сядет на пышных формах. Ну да, это... Юля стала успешным психологом. Она открыла онлайн-школу психологии, ведет очень много марафонов. В общем, Юля-звезда, Юля, я рада за тебя от души. Ну, то есть это стилист, это не только внешняя часть? Нет, это не только внешняя часть. А, и еще мне очень интересно было спросить тебя, а были ли у тебя клиенты мужчины? Были, были клиенты, но их очень мало, потому что у меня все-таки узкая направленность. Я больше женский стилист. И когда я работала парикмахером, она также предпочитала работать с женщинами. Мне интересно преобразить внешность, да, подобрать комплект одежды, но в том числе интересно еще поработать. Вот с этими очагалами. С волосами, да, да. Я обожаю волосы, да, макияж сделать, подобрать девушке, потому что это тоже своего рода искусство. Так вот про мужчин. Моя Танечка замша. Таня, возможно, ты будешь меня видеть, телеведущая в Москве. Она попросила, Женя, мне понравилось, как мы с тобой проработали вот над моим разбором гардероба, мне понравилось, мы с тобой совершили шоппинг онлайн. Также, да, мы онлайн по скайпу с ней работали. Пожалуйста, разбери гардероб моего мужа. Он у меня айтишник, дома сидит в основном. Она мне выслала некоторые задачи, да, я поработала с ним. Задача была такая, собрать комплект одежды и вообще преобразить этого парня, молодого человека, и подобрать комплекты в итальянском стиле. То есть итальянский стиль. Круто, да. Побував в Италии, они влюбились в этот стиль. И, конечно же, хотелось выглядеть, ну, и чтобы он выглядел на уровне своей жены, потому что мы проработали очень хорошо над ее образом, колоритом. стилевым типажем, макияжем, прочее, прочее, прочее. То есть надо было, чтобы он уже соответствовал. Он соответствовал, как они выходили в общество, куда-то ходили встречаться, в том числе они планировали сейчас пока закрыт. Да, по-моему, закрыт, да, еще в России. В России. Ну, как-то мало, да? Можно, можно пробраться. Ну, в общем, по-моему, они еще пока не приобрались, но они уже собирают свой стиль под итальянский стиль, так как он близок, он интересный. Ну, вот этот опыт был у меня работы с мужчиной. А еще интересный опыт работы с мужчиной. Я ездил и мы в Милан с мужчиной. Я шопинг-тур в Милан. Он итальянец? Нет, он из России. Да. Поработали мы неплохо в Милане, кое-что купили, комплекты вещей. Но я понимаю, конечно же, что все-таки мне интереснее работать с женщиной. С женщиной, да. И я еще хочу тебя спросить, а за вот эти годы, то, что ты работаешь истилистом, бывали ли у тебя периоды выгорания, какой-то усталости неимоверной, там сомнения, а тем ли я вообще занимаюсь, или вообще просто хочу все бросить, например. Вот этот момент мне тоже интересен. Насчет того, занимаюсь ли я своим делом, я скажу нет. Однозначно. Это мое дело. Кто я изначально, да? Мои родители очень хотели видеть во мне очень хорошего, успешного бухгалтера, чтобы я пошла по стопам своей мамы. Проработав даже госновог-инспекторов, я защитила, получила ранги, у меня, я капитан первого ранга, госновог-инспектор налогообложения физических вес, я поняла, что это не мое. Никак. Хотя общение тоже с людьми было, но это немного уже другая. Ну, это работа с цифрами. Ну, это не творческая профессия. Не работа с творческого человека. Нет, 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 нет. Я поэтому постоянно просила своего начальника, пожалуйста, отправьте меня на проверку, я не могу сидеть в кабинете вот с этими цифрами. Это очень сильно меня угнетало, поэтому, обидев, возможно, маму, да, закончив дальше уже университет, я закончила университет, получив высшее образование, как мама мечтала, я сказала, мамочка, прости, я закончила, вот мой диплом, ну, почти с отличием, с отличием, конечно же, я все-таки уйду по своей профессии, той профессии, которую люблю. Это парикмахер-стилист, тогда стилистов тоже не было. Отучившись на парикмахера, я закончила три школы, я училась и получала практику хорошего мастера-специалиста Натальи Михальчик. Наташа, если ты меня видишь, я тебе благодарна за все. Да, очень хороший мастер, она заняла второе место в Европе, имидж-стилист, там просто очень красивые работы у нее были, есть. Я поняла, что надо идти дальше, макияж, вот, знаешь, интересно было создать весь образ целиком, не просто волосы, да, вот-вот-вот, волосы и все. А вот надо завершить было еще одежды, что вот этой девушке, вот под ее образ подойдет именно вот этот комплект. Вот как мне, да, подойдет вот воротничок, джемпер и шляпа, также и девушке завершить весь образ целиком. И так дальше я пошла по этим стопам. Ты такая благодарная, всех помнишь, кто, кто, ну, да, кто тебе помог когда-то, кто-то чему-то научил. Ну, потому что эта школа сильная, очень, конечно же, она оставила свои какие-то впечатления, очень. А еще очень интересный был момент. Оплатила в этой школе практику, 200 долларов тогда это стоило, я платила им практику. И сама, когда у нас было время, я заныривала в кабинет к директору, брала книги, учебники, смотрела, перерисовала. Так как я рисую очень хорошо, я перерисовала модели стрижек, очень редких на тот момент. Это было 10-15 лет назад. Это было очень тяжело достать, можно было достать только с журнала «Хайрс». Может быть, кто-то знает. Да, знаю, знаю. Я тоже знаю. И, короче, я перерисовываю, перерисовываю, заходит директор в кабинет и говорит, Женя, аж чем вы тут занимаетесь? Я такая смотрю, знаешь, у меня глаза были такой вот испуганной кошечки. А что, нельзя? Она говорит, вы заплатили за практику, а вот эти журнальчики, это уже не входит. О, Боже. Стоимость вашего обучения, да. Но у меня такая сила была, жажда знаний. Я готова была там начальне сидеть, ковыряться вот в этих учебниках, а потом же я практиковала. Я ездила по детским домам. Я создавала вот эти модельные стрижки, практиковала на детях, практиковала на воспитателях детских домов. Потом ездили с девочкой. Я девочку учила прическам и укладкам также вот в детских домах, в старых домах также. Вот. И, короче, в конечном итоге они предложили мне остаться работать у них. Вот в этом салоне. Слушай, ну прямо это очень вдохновляющая история твоей жизни. Хотела спросить, что тебя вдохновляет, но, по-моему, весь твой рассказ, он какое-то вдохновляющее, сплошное вдохновение. Ну, были моменты, когда я сюда переехала, в Словению, да, поняв, что это аграрная страна, больше её части, да, я понимала, что очень сложно будет найти мне здесь калентуру. Это понятно. Кстати, это видео будут смотреть, вообще-то, мои подруги-славянки. Ну, в большей части. Посмотрим. Не будем говорить обо всех. Посмотрим, что они скажут. Да, не будем говорить обо всех, а в большей части. Особенно в некоторых, ну, допустим, в некоторых деревнях, да, там, за моды так слишком не следят. И это ни к чьим девушкам. Они и так прекрасны. Что? А, вот я потеряла же вдохновение. Я в некоторой части потеряла вдохновение, и в чём я его черпала, да? Черпала. Я живу в море, я хожу гулять. Я смотрю на прекрасные, допустим, закаты, рассветы, да? Да, очень красивые. Вдохновляешься этим. Вдохновляюсь природой, вашей славянской природой. Очень красивая страна, очень красивая природа, повторюсь, в этом слове. Очень красивая, вообще, и уютная атмосфера, колоритная страна, да? Да, очень. Близость Италии также. Ты можешь получить молниеносное вдохновение. Вот один какой-то вечер прогуляться в муче, буквально, ты получишь такой огромный заряд. Ну, вот таким вот образом. И, конечно же, никогда нельзя унывать, девочки. Не получается, как речек Моресин, да? Это очень хороший пример. Идёшь и делаешь. Не получается, идёшь и делаешь. Постоянно надо, конечно, работать. С утра до вечера, и без выходных иногда. И не сдавать? Нет. И ты тогда добьёшься чего-то в этой жизни. Да, успеха. Слушай, ну, наверное, на этой позитивной ноте, наверное, будем заканчивать. Ещё напоследок хочу тебя спросить, потому что девочки будут смотреть, как и из Словении, так же из России, из стран бывшего СССР, и им будет интересно узнать, сколько стоят твои услуги онлайн-преображения. Ты можешь сказать об этом? Да, могу, конечно, сказать. Lookbook, книга стиля под каждого клиента стоит 110 евро. Я уже повторюсь. Если перевести в денежный эквивалент, то это примерно 10 тысяч рублей. Ну, переводим по курсу рубля. Разбор гардероба онлайн-офлайн стоит 50 евро. Шоппинг-сопровождение 3 часа, это также 50 евро. Но шоппинг-сопровождение интересен тем, что я могу с вами путешествовать и повезти вас в Милан. Я также могу вас сопровождать в Италию. Это аутлеты под Венецией, аутлеты на Венте Ди Пиява, аутлеты Пальманова. Он, конечно, не такой интересный, но тоже можно что-то посмотреть. Шоппинг по Италии, это её северная часть Италии. И в том числе в Любляне, Копри и так далее. Шоппинг онлайн, это, конечно же, то место, где вы живёте. Сопровождение онлайн-шоппинга я провожу посредством и помощью камеры. Это скайп, ватсап, любой удобный для вас ресурс. Это как я пользовалась, своим приятельским положением. И иногда из примерочных отправляла Жене наряды. Но хочу сказать, что практически ничего Женя не одобряла. Ну, так часто бывает, да, у нас стереотипы, немножко нас душат, и мы не совсем объективно себя видим. Видим со стороны. То есть я себя вижу так, а Женя видит совершенно по-другому. Ну, это очень интересно на самом деле. Затем определение колорита. Туда же идёт подборка ваших палитр, их 60 и более, а также по уровню контрастности работает. То есть я изначально не сильно углубляюсь в ваши колориты, а больше даже ухожу в уровень контрастности. Это стоит также 50 евро. Вы получите книгу, в которой будет и описание палитр, комплекты, макияж полностью, какие средства и что вам подойдут по цветовой гамме, а также по цвету волос. Ну, и, конечно, кучу подарков я дарю. Допустим, если у вас сухой тип волос, то я уже даю вам рекомендации, что вам сделать, чтобы улучшить состояние волос, прочее, прочее. Или, допустим, такой подарок, какой комплект вам подойдёт по стилевому типажу. Я стилевой типаж уже не описываю, но я вижу ваш стилевой типаж, ваш колорит, да, и я уже включаю в работу все эти вот индикаторы, так скажем. Также описание стилевого типажа, определение стилевого типажа. Туда входит уже подборка тканей, фактуры тканей, цвет. Это могут быть даже описания принтов. Это модели, модели всех вещей вашего гардероба, аксессуарный ряд полностью весит, ремни, сумочки, обувь, это платки, это... Друзья, по техническим причинам оборвалась у нас неожиданная видеосъёмка, и мы сейчас решили дописать и закончить наш разговор. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. В описании к этому видеоролику я оставлю контакты Евгении, чтобы вы могли напрямую к ней обратиться за помощью. Мой инстаграм? Да, твой инстаграм оставлю обязательно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные, важные темы о жизни Словения. И Евгения хотела организовать конкурс для моих подписчиков. Да, Оля, объяви, пожалуйста, какой конкурс. Значит, давайте организуем конкурс. Кто напишет самый интересный комментарий к этому видеоролику, может быть, какой-то очень интересный вопрос. Я потом все эти комментарии зачитаю Евгении, и по её версии, какой комментарий будет самым интересным и необычным, для того Евгения сделает подарок. А подарок будет заключаться в этом. Я подберу вам стрижку, несколько вариантов стрижек и оттенок волос, который наибольшим образом подойдёт вам по типу кожи, глаз и других моментов внешности. Ну что, друзья, пока! Всем спасибо! До новых встреч! Пока-пока! Так, это включено? До новых встреч!